Итоговый выпуск новостей на телеканале Дом. Студия Анна Ниченко. Добрый вечер. Конфликт на Донбассе больше не выгоден России. Кремлю приходится тратить огромные суммы на содержание почти трех с половиной миллионов жителей Ордло и своих наемников. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Ресников. По его словам, сейчас Россия умышленно тормозит процесс взаимного освобождения по формуле «всех на всех». Пытается выторговать выгодные для себя условия в обмен на жизни людей. Это торги. Тут очевидно. Вони на сегодняшний день не отримали прямой команды из центра. А центр находится не в Луганске, не в Донецке, а в Москве. Это тут зрозуміло. А не отримали команды рухатись вперед. Тому они шукают любые причины блокировать перемоги. То они придумали постанову Верховной Ради, которая им не понравилась. Хотя аналогичная постанова была в 2015 году, когда происходили местные выборы. Она им почему-то не заважала. Тут начали им заважать. Прошли и выборы. Теперь они шукают другие причины. Это такая тактика на затягивание перемоги. Они ставят нас в сложную мову, что на нас будет выполняться тиск родителей, людей, которые там потерпят в этих тюрьмах. И мы, может, пойдем туда на поступки, там, где мы не хочем идти на поступки. Резня в Кривом Роге. Прокуратура сообщила о подозрении 29-летнему Тарасу Устенко. Накануне он бросался на людей с ножом, убил двоих прохожих и ранил еще восьмерых. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, у Криворожского резняка проблемы с психикой появились еще год назад. Неадекватно он вел себя во время задержания. Говорила о неких голосах, которые приказывают ему убивать. Убийца, со слов его родных, ездил на заработки в Чехию. Год назад он вернулся оттуда другим человеком. Стал говорить о каких-то демонах, но вел себя не агрессивно. Во время проведения неотложного обыска в комнате, где проживал убийца, на стенах были обнаружены странные мистические символы и концентрические рисунки. Эксперты в психиатрии попробуют дать им оценку. Я сын Божий. Адам. Фамилия, имя, отчество? Сын Катарас Сергеевич. Я убил, потому что мне Бог сказал. Отец. Проживаешь где? Гутовского, 511-103. У меня куп в этом тетрадь смерти. Понял. Запрещенные предметы есть при себе? Нету. Что Бог сказал? Бог сказал убить 15 человек. Президент, который будет не разделять, а объединять. Джо Байден в своем первом обращении к нации в качестве избранного президента пообещал, попытается исцелить Америку и вернуть ей былую мощь. Сторонники демократа празднуют победу. Трамп не признает поражения. Подробнее из Вашингтона мой коллега Алексей Мацука. Стеклись десятки тысяч, наверное, местных жителей, которые пришли выразить свою радость и поделиться этой радостью с другими из-за того, что Байден победил. Это замечательное чувство после четырех долгих лет расизма и раскола этой страны. Это просто замечательное чувство, что мы можем наконец-то двигаться дальше, получить взрослого человека и вернуться к работе, потому что последние четыре года президент не делал свою работу, особенно в условиях пандемии. Я надеюсь, что новая администрация придет и сделает акцент на том, чтобы отменить все, что сделала последняя администрация. И в то же время пытаясь исцелить страну и собрать нас вместе, чтобы мы могли работать над воплощением американской мечты. Жители округа Колумбия проголосовали за то, чтобы Камала Харрис и Джо Байден были властью. Так что мы в Вашингтоне очень четко определили свою позицию. Мы хотим лидера, который будет говорить за всех людей в стране и объединит нас. И черные жизни, конечно, имеют значение. Выборы прошли 3 ноября, но официально итоги еще не подведены. После подсчета голосов в штате Пенсильвания американские СМИ отдали победу Джо Байдену. Хоть я и демократ, но я буду руководить как американский президент. Я буду работать так же усердно для тех, кто не голосовал за меня, как и для тех, кто голосовал. Пусть эта мрачная эпоха демонизации Америки закончится прямо здесь и сейчас. Дональд Трамп объявил о своей победе. Он намерен оспаривать в судах данные подсчета голосов в некоторых штатах. Но пока Трамп провел выходной на поле для гольфа. Об отказе смириться с поражением заявили и сторонники Дональда Трампа. Пока у Белого дома в Вашингтоне праздновали, у Верховного суда давали клятву на верность американскому флагу и молились за будущее Трампа. Трумэн украл выборы, Кеннеди украл выборы, Линдон Джонс признался, что украл выборы. Это то, что они сделали. Нет, они пытались отобрать у нас нашу страну и будущее, потому что вы никогда не выиграете выборы в Америке, если система и так коррумпирована. Вот что происходит. Сторонникам Трампа проходящие и проезжающие мимо люди регулярно выкрикивали оскорбительные слова. Будьте прокляты, неудачники, вы проиграли. Избранный президент Байден призвал американцев в своем обращении к нации прекратить политические распри. Но, судя по всему, эхо избирательной гонки будет звучать еще не одну неделю. Но время не ждет, и возле Капитоля уже ведется строительство сцены для инаугурации 46-го президента, которая запланирована на 20 января 2021 года. Алексей Мацука, Руслан Белозеров, Вашингтон, Телеканал Дом. Как изменятся американо-украинские отношения с приходом в Белый дом Джо Байдена? Мнение экспертов собирал наш Артем Голуб. Мало кто понимает, что делает Путин. Именно поэтому он тратит столько усилий, чтобы скрыть присутствие российских войск здесь, в вашей стране. Россия должна вынудить сепаратистов провести выборы по украинским законам и стандартам ОБСЕ и признать нелегитимность выборов, которые прошли. Это выступление Джо Сефа Байдена в Верховной Раде Украины в 2015-м. Еще тогда, будучи вице-президентом США, Байден твердо говорил о своей личной поддержке Украины и готовности помогать ей на пути реформ. Байден, когда был вице-президентом, он как раз занимался непосредственно Украиной. И, соответственно, он про нашу страну знает и знает много. Что наше сотрудничество может быть гораздо более эффективным и успешным прежде всего для нашей страны, чем это было во время президентства Дональда Трампа. Потому что для него вообще восточное направление и Украина в том числе были далеко не приоритетом. У него были несколько другие приоритеты. У демократов несколько другая игра, несколько другие приоритеты. И тут как бы Украина может этим шансом воспользоваться. Даже во время предвыборной гонки Байден неоднократно говорил о поддержке территориальной целостности Украины. На посту президента США его риторика по отношению к России только ужесточится, считают эксперты. Он даже говорил о том, что когда я стану президентом, Украина будет чинена первым приоритетом моей внешней политики. Про что это говорит? Это говорит о том, что вопрос агрессии РФ в Украине будет сейчас действительно приоритетным для администрации Байдена. Цитуючи Байдена, через коалицию с нашими европейскими партнерами змушать Россию заплатить бюджетину за ту агрессию, которую она счиняет в Украине. Сегодня американские СМИ уже называют Байдена избранным президентом Соединенных Штатов Америки. Правда, официально главой государства он станет только после инаугурации. Но его уже поздравили лидеры Канады, Германии, Бельгии, Финляндии, Австрии и Испании. А также президент Украины Владимир Зеленский. Поздравление Джо Байдену и Камале Харрис. Украина с оптимизмом смотрит на будущее стратегическое партнерство с США. Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Коррупция – это главная беда Украины, считает Джо Байден. Сравнивает ее с раковой опухолью. И борьба с ней будет одним из основных пунктов в американо-украинских отношениях в ближайшие годы. Питание борьбы с коррупцией, развития антикоррупционных органов будет одним из стратегических. Украина так же это прекрасно понимает. До речи, в приветствии Байдена и с победой Зеленский так же про это вспоминал, про спальню борьбу с коррупцией. Инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов Америки назначена на 20 января. Артем Голуб, Телеканал Дом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об освобождении города Шуша в оккупированном Армении на Горном Карабахе. Контроль над этим населенным пунктом дает ключевое преимущество вооруженным силам Азербайджана в военной операции. Азербайджанского коллегу с победой поздравил президент Турции Раджеп Ардаган. Армянские власти традиционно опровергают заявление Азербайджана о взятии Шуши. Штрафы для безмасочников, карта Украины без желтых и зеленых зон и почти 10 тысяч новых случаев за сутки. Что о сегодняшних коронавирусных реалиях, думают киевляне, узнала Инесса Занина. Елена и ее семья переболели COVID-19. Говорят, в легкой форме, благодаря иммунитету. Однако испытанием оказалось ожидание результата ПЛР-теста. Мы сдали, повелись на державный тест. Нам сказали вот-вот четыре дня, потом пять, потом семь, потом десять. И в основном где-то на день двенадцатый нам пришел тест. Но мы до того уже через десять дней, потому что в подвешенном состоянии, сдали в частной клинике. За время пандемии в Украине выздоровело 206 тысяч 866 человек. Однако умерло почти восемь с половиной тысяч. С каждым днем уровень заболеваемости возрастает, а это более десяти тысяч зараженных. Медики не устают предупреждать о мерах безопасности. А для тех, кто их не соблюдает, Верховная Рада утвердила штрафы. Цим законом запроваджуется новый, окремый штраф за неносение маски в громадских помещениях и в громадском транспорте. Такий штраф станет от 170 до 255 гривен. От взысканий за неношением масок освобождаются только несовершеннолетние. Но чаще всего именно они и соблюдают карантинные меры. Мою руки часто, хожу маски в помещении, дезинфицирую руки и держусь подальше от таких людей по метру. Еще свыше 9 тысяч новых заболевших, из них более трех сотен медработники. Больницы работают на грани возможностей. Какие-то здания делать, чтобы в больницу, потому что мест реально нету, а у некоторых людей, которые заболели, в платную клинику отправляют, а у них, может быть, просто нет денег, чтобы за это заплатить. С понедельника на ближайшие две недели с карты Украины исчезнут зеленые и желтые зоны. Останутся только оранжевые и красные. В этих регионах не будут работать общественный транспорт, школы, закрываются ТРЦ, кафе и рестораны. Инесса Занина, Ярослав Матяш, Киев, твой дом. Борьба с рекламой наркотиков в обмен на сладости или бесплатные уроки иностранных языков. В Днепре местным жителям предлагают закрашивать на улицах адреса площадок, где продают запрещенные вещества. Копить за это баллы, а затем обменивать их на подарки. Единственное условие – подбирать краску в тон и делать фото до и после. Подробности расскажет Наталья Гусак. Алина с двумя маленькими сыновьями несколько раз в неделю обходит дома в своем районе. Ищет уличную рекламу онлайн-площадок, где продают наркотики. Это очень опасно. Наркотики. Эту надпись один раз она уже закрашивала, но ее нанесли снова. Алина сначала фотографирует стену, затем берет баллончик с краской. Это меньше всего, как бы, дает детям возможность приобрести где-то наркотики эти взять. Чтобы этого всего не было, надо закрашивать им, потому что потом будут последствия. Участниками проекта «Зарисуй» уже стали десятки днепрян. В городе каждый пятый наркозависимый – это подросток. Здесь находится такое количество этой рекламы. И неважно, 13 человеку или 25, он может, воспользовавшись гаджетом и относительно небольшой суммой денег, я говорю про 200 гривен, образно говоря, купить себе химические наркоты. Извините, вот как есть, да, скажу. Я считаю, что это абсолютно ненормально. Поэтому молодые предприниматели придумали проект. Всем желающим предлагают закрашивать уличную рекламу наркотиков. За это люди получают баллы. Их потом меняют на подарки. Сейчас два балла, это два закраса, это два килограмма торта «Наполеон». Целый ящик, коробка огромная. Вот я людям дарю такое. Уже мы закрасили 350 надписей. Это примерно сделало 70 человек. Партнерами проекта уже стали 13 компаний. Это кондитерские, различные школы, спортклубы и Федерация киберспорта. Самый дорогой подарок – сертификат на несколько занятий иностранным языком. Легче всего заработать час игры на киберарене. И каждому участнику, кто закрасил хотя бы одну рекламу каналов злодейских, скажем так, он может потом прийти к нам бесплатно поиграть в компьютерные игры. Это среди молодежи сегодня сплошь и рядом популярно. Алина свои баллы обменяла на торт. Пошли с детками, погуляли, закрасили эти надписи, получили бонус тортик. Дети рады, счастливы. Пока проект действует только в Днепре, но в ближайшее время начнет работать по всей Украине. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, Днепро. Твой дом. Больше информации в нашем следующем выпуске новостей также традиционно на наших страницах в Ютубе и Фейсбуке. До встречи в эфире и хорошего вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова